В эфире программа «Актуальная тема» в студии Мариам Восконян. Здравствуйте! Совсем скоро открывается новый театральный сезон, и для бурятского зрителя подготовили много всего интересного. Сегодня о новом спектакле к нам в гости пришли рассказать художественный руководитель молодежного художественного театра Улан-Удэ, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Анатолий Борисович Баскаков и актриса, исполнительница одной из главных ролей в новом спектакле «На грани слез» Елена Овсиенко. Здравствуйте! Здравствуйте! 4-го числа уже премьера стартует. Давайте, рассказывайте, что за спектакль, о чем он? Он не только 4-го, потому что у нас зал маленький, очень... Да, там 4, да, ты, по-моему. И поэтому это будет 4 спектакля. Это 4-го, 5-го, 6-го и 7-го числа, 18-30. Спектакль режиссер назвал «На грани слез» и неслучайно как бы назвал, но пьеса, которая выбрана. Это написал, ну, можно сказать, культовый такой французский режиссер. Он не только режиссер, он начинал как актер, режиссер и потом драматург. Теперь это великий писатель, его называют, ну, как бы так, параллельно называют французским Чеховым. Он, ну, очень... С одной стороны, авангардный писатель, направление авангарда, а с другой стороны, он очень проникновенный и пишет, написал он очень много пьес и на сегодняшний день он известен как драматург, как писатель и драматург. Но начинал он очень рано. Вообще, в первую... Его зовут Жан-Люк Лагарс. Он первую пьесу свою написал, ему было 13 лет. Но в студенчестве, когда он был студентом, он собрал своих однокурсников и попробовал с ними начинать какой-то свой театр. Тогда он еще не знал, что он будет писателем, драматургом, хотя он уже писал. Он начинал как режиссер и как актер. То есть в студенческие годы он уже как режиссер поставил стопы. То, что он у нас называют любительским объединением театральным. И ставил известные французские пьесы, в том числе и классические, и современные. И он объединил их. Со временем, позже, позже, через много лет он стал профессиональным, разумеется, театром, но он был любительским. И театр был интересен. Название театра я сейчас подсмотрю, просто посмотрю. Театр Делла Рулотт. Вот такой театр он создан. Но у них не было ни средств, у них не было никакой поддержки, они были молодые люди все. И тогда многие французские авторы, которые были в то время, как бы жили рядом с ними, в той же эпохе принадлежали, они поддержали этот любопытный театр, как им показалось тогда, и не требовали даже оплаты. Они играли почти безвозмездно. Может быть, они какие-то собирали средства для того, чтобы дальше продолжить, но, по сути, они начинали вот так. И этот драматург Самуэл Беккетт. Почему я говорю о Беккете? Потому что он один из первых поддержал, за ним и другие поддержали. Вот Самуэл Беккетт, написавший когда-то в ожидании года пьесу, мне кажется, что вот эта пьеса «На грани слез» или ее родное название «Я была в доме и ждала, чтобы дождь пришел». Вот они ожидают. Как и у Беккета, они там ожидают году. Кто такое году, никто не знает. Почему его ожидают, тоже непонятно. Но они его ожидают. И вся пьеса напомнил. Это у Беккета. А вот у Лагарса все в ожидании какого-то человека, который должен прийти и вернуться. И вот в этом ожидании раскрываются три поколения женщин. Три поколения женщин – это пять актрис. Я сразу просто назову их. В спектакле заняты заслуженная артистка Республики Бурятия Любовь Рябкова, народная артистка Республики Бурятия Алла Натансон. Она сотрудничает давно с Молодежным художественным театром. Она из него вышла. Но в настоящее время она является ведущей актрисой театра «Улигер». А также заняты Елена Овсиенко, присутствующая здесь, которая расскажет более подробно о том, что происходит. Александра Володарская – молодая тоже актриса. Надежда Каковина. И всего вот пять человек. Два, которые я назвал первых, людей представляют старшее поколение, которое ожидают. И три – это уже более молодое поколение. Пьеса. Очень трудно даже понять, кого они ожидают. Это, возможно, близкий человек, без которого что-то не складывается. И вот ожидания, они делятся своими чувствами друг с другом, которые раньше не могли открыть даже друг друга. Они делятся воспоминаниями и предчувствием того, что должно произойти. Поэтому пьеса наполнена рядом откровений и монологов, которые говорят вот эти женщины. Ну, я правильно понимаю, что это все представительницы одной семьи, и они ждут одного человека? Да, это все происходит в одном месте. Это их дом, в котором они каждый день находятся и так далее. И они очень трепетно и очень по-разному относятся друг к другу, но они близкие люди. И то, что происходит с ними, вот этот час откровения, вот это время откровения, это такое ощущение, что они раньше такого не могли себе позволить. Значит, уже пик этот заходит. То есть какая-то общая печаль их объединяет, заставляет их раскрыться? Это такое наполовину отчаяние, отчаянное ожидание, можно так назвать, как бы характер этого. Но все проникнуто и любовью, и мечтой, и надеждами. Достаточно в безнадежном каком-то состоянии находятся, но они ищут в этот выход. Вот такая вот напряженная пьеса. Теперь я представлю нашу актрису, которая является каждый день, идет с работой, усиленно сейчас. Вот Елена. Да, ну и сразу, Елена, вы наверняка играете представительницу молодого поколения. Вы переходящая. Я посерединке, я старшая сестра, получается. Вы его сестра. Да. Ну, вообще, в принципе, ну, как и во всех произведениях, есть несколько планов. Есть первый план, который написан, вот мы его видим, и там пять женщин ждут младшего брата. Ну, получается, для девчонок это младший брат, а для одной из них это старший брат. Есть мама этого мальчика, и есть бабушка этого мальчика. Вот три поколения. Случилось, что отец его выгнал из дома, и после этого они всю жизнь ждут его и ждут. Сколько времени прошло? Год? Сто лет? Век? Непонятно. Там очень это все размыто. Это уже как раз-таки второй план, который мы разбираем, что там случилось. Жилы вообще они или нет эти девушки, или они уже находятся в каком-то другом таком состоянии, и их уже душа мается, потому что они не смогли помешать этому как-то решить этот вопрос. У меня сейчас мурашки, если честно. Да. Ну, ответы на эти вопросы, они раскроются в спектакле? Каждый зритель, каждый сам для себя поймет, как ему удобнее. это абсурд, во-первых. Мы когда первый раз читали, мы вообще не понимали, что происходит. У нас нет имен. Есть самая старшая, мать, старшая, вторая, самая младшая. И вы так и обращаетесь друг к другу? Ну, мы не обращаемся. Поэтому ведь нет такого. Ну, это беседа или это пять монологов? В какой? Ну, как бы иногда это диалог, иногда это монолог, где-то это исповедь, потому что пространство, в котором мы находимся, оно тоже... Там это как будто дом, но это не дом. Дом, он где-то там, а мы находимся здесь. А он ушел туда. А где это здесь и где оно там, оно тоже все размыто, поэтому как бы там все... Это вот абсурд в этом все. Текст очень сложный, он закобыристый, он начинается, тут же заканчивается, через страницу снова возвращается к этой теме и может вот так крутиться, 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 и все вот вокруг этого ожидания. Но за этим текстом, который там вот вы услышите, мы говорим, за ним кроется очень много всего, и чаще это не то, что мы говорим о наших других переживаниях. конкретно диалогов там его нету. Он прописан таким одним вот там запятых нет где-то, точек. Я правильно понимаю, вот зачастую говорят, что есть тема, а есть идея. И вот тема это тот факт, что девушки ждут одного мужчину, а идея заложена... Их много на самом деле, и каждый может для себя как-то понять. Я правильно говорю, или нет? Ну, нет. Там тем множество. Не нельзя какую-то одну, мне кажется, выделить, потому что как бы эти женщины, это женщины в принципе. То есть и вы, и зрительницы, мы задействуем всех. То есть не только мы ждем, все ждут. И ждут чего-то, любви, кто-то, может быть, сына, кто-то, вот, какое-то событие, мужчины, опоры, веры. Это про все. Ну, то есть нельзя как... Ну, я не могу, по крайней мере, выделить какую-то одну тему, потому что каждый видит для себя что-то. Вот мы сейчас начали работать с пластикой, и пришел режиссер, она увидела вообще совершенно другие темы, к сегодняшнему дню относящиеся, хотя мы не закладывали их туда. я забыл сказать, я забыл сказать, Елена Герасимова, режиссер, второй режиссер, она режиссер по пластике, она помогает Владимиру Альбертовичу Витину в постановке спектакля с точки зрения пластики, и она тоже участвует как режиссер в этом спектакле. Вот вы сейчас описываете спектакль, у меня немножечко появляется в голове какая-то картинка, и я, когда я хожу в театры, я всегда немножечко понимаю, на чем хочет режиссер или на чем хотят актеры сделать акцент. Иногда это куча декораций, какие-то спецэффекты, что-то очень яркое, а иногда это вот очень минималистично, и ты понимаешь, что все, за что сейчас я хочу держаться, это игра актеров. Это же всегда сложнее. Да, ну и в этом случае, скорее всего, ну у нас в втором есть, конечно, декорации, но они такие, у нас все черно-белые, мы все в черном. Вот я и об этом, по сути, да, коврик и мы. Да, да, и зритель смотрит на вас, на ваши лица, грубо говоря, заглядывает вам в рот, и это сложнее, потому что ты понимаешь, что на протяжении всего спектакля ты в центре внимания, и это же сложнее. Да, и зрителям будет сложнее, потому что не будет спецэффектов, не будет ничего такого, будем только мы, и надо будет чувствовать нас, понимать, вникать. Но, да, это сложно, текст сложный, он сложно учиться, его сложно разбирать, распознавать, что, как, почему. для актеров такие моменты, это как вызов, что-то интересное, или наоборот, вот бы скорее уже это отыграть. Мне точно понравилось, мне изначально понравилось самоназвание пьесы. «Я была в доме и ждала, чтобы дождь пришел». Это же... А здесь вообще другое слово, да, «дождь». Он как-то взаимосвязан с этим? Или он придет в тот момент, когда пойдет дождь, может, есть какая-то аналогия? Я вот старшая, я начинаю, у меня первый монолог, и там есть строчка, «Я ждала, чтобы дождь пришел, и пролился на землю, на поле, на лес и успокоил нас». И вот этот дождь, это как очищение какое-то некое такое, и они ждут и... Ну, как будто и младшего брата, но при этом за ним скрывается вот это вот все, совокупность как бы всего. И очищение, они хотят освобождения некого от этого ожидания, от вот бесконечного этого ожидания. Вот они всю жизнь, у них нет ничего, кроме этого. То есть они не любят, у них нет детей, у них нет мужчин, они только ждут. Всю жизнь ждут. Может быть, уже век ждут, я не знаю, миллион лет ждут, но то есть это... Гарсни, он может чем-то отличается от какого-то ряда других драматургов еще и тем, что он пишет, как... Все тексты его наполнены каким-то поэтическим, двойным, иногда тройным смыслом, и это как бы важнее, чем тот сюжет, потому что если сюжет, они кого-то ждут, а он должен быть... Вот и весь сюжет. Об этом я, наверное, и говорила. А здесь как раз как бы не сюжетное, а наполнение того, чем он наделяет тех людей, тех лиц, которые находятся внутри этого произведения. Как он наполняет их, как он их раскрывает. Поэтому там скорее поэтический автор такой. Бездейственный, так скажем. И вот такая, ну, она необычная, сложная. Пьеса вот предстоит ее показать, познакомить зрителя, ну, и вот открыть. А идея была Владимира Витина или кто предложил? Да. Дело в том, что мы просто мы оказались в достаточно сложной ситуации организационной. И когда оказалось, что у нас вот есть те лица, которые есть, мы вспомнили, когда-то мы читали эту пьесу, когда-то пробовали даже, ну, на ней сосредоточиться, нам подарили, он сборник этого Лагарса когда-то нашему театру подарил Аташе по культуре Франции Анди Руфляя. мы дружили с Францией, у нас было несколько проектов с Францией в течение, ну, в том театре, который был, да, и он заинтересовал нас тогда Автором. Владимир Витин, он тогда пробовал читать, и мы даже что-то, какие-то попытки были, но сейчас мы решили сделать, потому что вот сейчас у нас есть с кем это сделать. Вы на репетициях присутствуете? Я подглядываю, я не вмешиваюсь, потому что они еще сами путались первое время, но я присутствую, я не не контролирую, я не, ну, как сказать, не куратор. Вы, как в том числе и режиссер, который тоже уже немало всего поставил, есть ли вот такая профдеформация, когда ты хочешь даже в чужую работу немножечко влезть, дать свое видение? Здесь как раз тот вариант, когда я влезаю на уровне замысла иногда и то, как влезаю, я говорю, что там должно быть, наверное, на что нужно уделить внимание, если есть какая-то жанровая сложность и так далее. Бывает такое, так бывает. Но в данном случае я доверял, доверял Витину, потому что мы когда-то это проходили, уже и пробовали, давно-давно. А сейчас это как бы новая версия возвращения к тому, что когда-то мы уже знали. И теперь хотим ознакомить данный состав актеров. Наверное, глупо, да, задавать вопрос, появится ли в конце мужчина. Нужно же заинтриговать зрителя. Да, возрастное ограничение 16+, не забываем об этом сказать. почему детям лучше это не смотреть? Театры бывают разные. Есть сюжетные театры, есть, как вы говорите, сами постановочные спектакли, очень модные теперь, когда выразительные средства, какие-то технические возможности театра. у нас сама площадка, она вот как ваш павильон, она вот такая близкая. И вот сейчас, если в нашем разговоре сделать спецэффекты какие-то, то, наверное, они покажутся излишними. Вот в нашем театре иногда бывает излишне применять что-то. Там есть глаза актеры, его душа, его трепет, его живое эмоциональное существование, и это мне кажется важнее. Он в нескольких метрах от вас. Да, да, я согласна. Такая специфика театра. На грани слез, еще раз давайте напомним, покажут 4, 5, 6 и 7 числа в 18.30 в Младежном художественном театре Улан-Удэ возрастное ограничение 16+. Это как таковое открытие театрального сезона. Кроме этого, что еще в октябре ожидается? В октябре мы приглашаем зрителей 14-го числа на спектакль «Нам жил Нимбуев стихия». Этот спектакль вот летом было у нас юбилей города и так далее, и так далее. Мы отрывки из него читали под дождем и на площади с людьми небольшие такие зарисовки. А в данном случае там есть живая музыка, то есть живые музыканты и мы связаны с тем, что не только актеры заняты, но и живые музыканты, от которых мы зависим, потому что они не уработают в нашем театре, мы с ними сотрудничаем. Вот этот спектакль состоится 14-го числа, но два спектакля в связи с тем, что они не могут другое время, то есть спектакль пройдет в 3 часа 14-го числа и в 17-го часов, то есть в 15-го и в 17-го часов. Спектакль «Нам жим, не будет стихи». Также спектакль «По-другому», в котором тоже Лена занята, она одна из главных ролей там, спектакль «По-другому». Светлана Баженова, автор, состоится 20-го и 21-го октября, спектакль «По-другому», «Этюды родных». Там у нас новый актер пришел в театр буквально меньше месяца назад, он пришел к нам, Айур Доржиев, он там будет у него маленький дебют, он играет небольшенькую совсем роль, там в основном тоже женский состав и одна мужская роль. Айур Доржиев, который из русского театра? он ушел и какое-то время не работал, потом мы пригласили его, он на правах такого актера, эксперимент для него тоже, он пришел, но он знал, это театр еще по студенчеству, он ходил в него, когда еще учился. И 28-29 числа это спектакль Йося Алишевский «Как я стал разговаривать с Толиком». Это моноспектакль, который у нас уже шел и мы как обычно обсуждаем со зрителями этот спектакль. Этот спектакль состоится 28-29 числа. В нем занят Игорь Рубцов, тоже он актер молодежного театра, но он в штате состоит в театре Олигар. Так что он актер двух театров. Вот такие. Репетиции идут, не знаю, что из этого еще выйдет. Мы ожидаем и может быть в ноябре мы увидим этот спектакль, но уже позже, не в октябре, а в ноябре. Сейчас тут репетиции, там тоже часть людей занята в этом спектакле, но это тоже можно назвать моноспектакль. Это по Гоголю, Николай Васильевич Гоголь, это абсолютная проза, и даже не только проза, это записки сумасшедшего. Это экспериментальная такая работа, связанная с ведущим, кто ведет этот спектакль внутри, один главный герой, и ему помогают в этом придуманные персонажи, которых внутри нет, они помогают ему подыграть, сделать, но я пока не раскрываю всего, как это будет. не совсем понятно, что вы имеете виду, но интересно. Есть у нас такой актер, очень нервный, очень напряженный, очень достаточно необычный, его зовут Евгений Хабаров, вот он сейчас усиленно работает, и практически очень трудно усвоить не только сам текст, но логику поведения и что происходит с этим исполнителем. Вот одно дело зачитать текст, другое дело существовать в нем как живой герой. Но, как я понимаю, вы не просто так выбрали именно Евгения Хабарова, учитывая то, что вы сейчас про него сказали. Да, и поэтому мы сейчас в общем бьемся, рубимся над тем, чтобы он осознал свой собственный смысл. Чтобы не сойти с ума исполнителю главной роли, это нужно быть во что-то уверенным, понимая, что это мы понимаем, что кто-то понимает, что он, наверное, сумасшедший. А человек, который исполняет, он не думает, что он сумасшедший. Поэтому нужно найти поведение этого человека, логику. Достаточно трудный способ существования. Это безумно интересно. Ну, это интересно, но это сложно, и может быть, это как и данная пьеса, как и тот материал, он достаточно ну, как бы не является такой прямой драматургией, с большими событиями, с большими постановками, он тоже такой углубленный. Внимание на актеров. Да, у нас, к сожалению, заканчивается эфирное время, но я вас благодарю за беседу, безумно интересно, и мне прям очень сильно захотелось прийти, ну, как минимум на спектакль «На грани слез» я точно приду, вы мне дали пригласительный, спасибо. И, конечно, всех наших телезрителей мы тоже приглашаем в молодежный художественный театр, 4-го числа открытие, 4 дня подряд этот спектакль будет идти, я уверена, будет очень интересно. Спасибо вам большое. Да, и я напомню, у нас в гостях были художественный руководитель молодежного художественного театра Оланды Анатолий Борисович Баскаков и актриса Елена Овсиенко. Это была программа «Актуальная тема». До встречи в эфире.